Добрый день! В этом уроке мы рассмотрим, как подключить датчик пульса Bittronics Neuralab к блоку LEGO MyStorms EF3 и визуализировать сигнал в двух режимах – пульсовая волна и частота сердцебиения. Для подключения датчика пульса Bittronics Neuralab к блоку EF3 потребуется блок LEGO MyStorms EF3, центральный модуль Bittronics Neuralab, датчик пульса Bittronics Neuralab, соединительные провода. Прикрепим к центральный модуль блоку EF3. И с помощью провода подсоединяем центральный модуль к порту номер 1 блока EF3. Затем, с помощью красного провода подключаем датчик пульса к центральному модулю Bittronics Neuralab. Для этого можно использовать любой из трех разъемов на центральном модуле. Если подключение правильное, то зеленый светодиод около разъема будет постоянно светиться. Если подключение неправильное, светодиод будет попеременно включаться и выключаться. В таком случае нужно проверить правильность подключения проводов. Они должны быть плотно вставлены в датчик, центральный модуль, блок EF3. Располагаем датчик пульса на ладони или предплечье. Датчик должен прилегать к коже. Проверьте ремешок для крепления. Он не должен слишком сильно прижимать датчик к телу. Считывание пульса начинаете в момент, когда зеленый светодиод будет включен постоянно, а красный будет мигать. Включаем блок EF3 с помощью USB кабеля или беспроводной связи к компьютеру. Открываем на компьютере программное исключение LEGO Mindstorms EF3. Создаем новый проект и выбираем эксперимент. Выполняем настройки датчика. Датчик Bittronics. Режим работы пульсовая волна. Порт первый. Цвет построения графика произвольный. Продолжительность эксперимента. 60 секунд. Частота 10 выборов в секунду. Запускаем эксперимент. На экране отображается график пульсовой волны. Рассмотрим метод оптической пульсометрии подробно. После сокращения сердца давление крови в сосудах повышается и от сердца распространяется пульсовая волна. Поэтому в сосудах периодически меняется кровенаполнение в такт с сокращением сердца. Если капилляр осветить, часть света будет рассеиваться эритроцитами, основными клетками крови. Рассеянный свет можно считать фотоприемником и по его интенсивности судить о каменаполнении капилляров, а значит, о работе сердца. Останавливаем эксперимент. Построим график сигнала с датчиком при работе в другом режиме. Для этого выберем режим работы «Частота сердцебиения». Выбираем другой цвет графика. И запускаем эксперимент. Этот график основан на значении частоты сердечных сокращений. Если подсчитать количество пиков в предыдущем режиме пульсовой волны за определенный интервал времени и разделить число пиков на это время, можно определить частоту сердечных сокращений. Она выражается в ударах в минуту. Пульс и частота сердечных сокращений будут меняться при физических нагрузках, изменении частоты глубины дыхания. Если организм расслаблен, то употреблять мало кислорода и сердце сокращается. 60-70 раз в минуту. Но если нагрузка на организм возрастает, частота сердечных сокращений может увеличиться до 140-80 ударов в минуту. На этом мы завершаем описание работы датчика Betronix Neuralab. Инструкцию по импортированию блока датчиков Betronix цветов из 3G вы можете найти на сайте Betronix Lab. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова